Всем привет, друзья! Почему у тебя пакет на фоне, блядь? Блечный, блядь. Реклама, блядь. Реклама, блядь. Подпишись на телеграм. А хуй ты туда положил, тоже в кадре, блядь. Да блядь. Заебешь. Все, давай. Третий тур Кубка Фиферов. Стата 1-1. Надеюсь, сегодня мы отправимся в 2-1. У нас в составе новый Хуйланд. Теперь их два. Как говорится, один Хуйланд хорошо, а два Хуйланда еще лучше. Эмиль Хуйланд к нам присоединяется. Вот прокачал эту карточку. У него великолепные штрафные удары. 99. Но Денчи ждет еще одного Хуйланда, он мне сказал. Еще есть третий Хуйланд, но пока на него нет адекватной эволюции. Переходите по ссылочке в описании в мой телеграм-канал. Там в закрепленном комментарии вы найдете ссылочку на моих хороших друзей, которые поддержали выход этого ролика. Мои кореша из теннис. Получите бонус до 20 тысяч. Также впереди вас ждут бесконечные бонусы и много-много классного спорта. Состав немножечко у нас изменился. Я сделал еще эволюции, но игрокам, которые уже были. Это эволюцию получил Биллинг. У меня теперь смотри, какие статы классные. Все, 90+. Кристинсон тоже получил эволюцию. Защита 99, 92, скорость хорошая. Самое главное, что сегодня у нас соперников баскетболисты. А начну я. Но они, наверное, смотрели, готовились к твоей игре. И как я игра, они вообще точно не знают. На самом деле все пишут, что Шмейхель лучший враталь в игре. До конца кубка мы его не заменим. Он стал нормальным. Я говорю, его, скорее всего, немножко починили. И он теперь действительно играет на свои статы. А у них, по-моему, серебряный враталь. Мы сейчас посмотрим состав. Так, ну, во-первых, надо поменять управление. Мы с Денчиком играем на разном управлении. Ой, Тернер, 77. Сегодня проверим этого малыша. Первый матч Ромароя. Первый матч, да? С первых минут ничего себе. Кик-оффная? И она прошла, брат. И она прошла. Но ты успел, ты косавчик. Да съебался, бля. А я что-то не подумал, что они умеют делать кик-оффную? Слушай. Охренеть, они там задротили-то, а, нормально. О, все. Кстати, мало кто их умеет делать. Я знаю, панда умеет. И вот оказывается хуксы. Слушай, очень. А кто-то говорил то, что они, блядь, играть не умеют. Не, это, кстати, и умеет. Ну, она сейчас поменялась. Она по-другому теперь делается. Это хуй, ладно? Вот можно с подкруткой, можно просто, блядь, ебать. Семь-семь вратаряне пробили. Но они уже очкают. Они уже плывут. Скуф, скуф. Нужно. Ну, и все. И Эриксон. Эриксон один мой. Да зачем мне вообще играть-то, если не сермарой? Ой, блядь. Че нахуй съебал? Ладно, пока это, вот эта хуйня, блядь, в Киесаевский заброс, блядь. Да у меня там уже игрок, блядь. Забыл, как называется. Это в Киесаевский. Но мы друг друга понимаем хорошо. А ты их даже схему не менял, да, ничего? А надо было их? Ну, ладно, хуй. Все, все, сейчас поплывет, поплывет. Смотри, заплыв. Заплыв отправился. Сейчас вратарь ошибется. 77 рейтинг. Все, можно пересинговать. Хорошо. Хуйленд. Мистер Хуйленд сейчас на фланге накручивает. И еще пасик можно. Беги, беги, он нормально, он в порядке 95 скорость. А, пулишичи 99. Ой-ой-ой, зонку оставил. Но Шмейхель нас спасет. Какой Шмейхель? Шмейхель еще даже не входит. Что там, офсайд? Тихо, блядь. Ой-ой-ой, какая у вас тут зонка, блядь. Какая зонка, какая зонка, сука. Хуйленд, это Хуйленд правоногий. Это Хуйленд левоногий. Это Хуйленд правоногий. Хуйленд правоногий. Блядь, сука. Он двигает, что ли? Да я хуйню, не понял. Ну, в целом у них там почти у всех 5-5. Так что ты просто сейчас найди дырочку, которую можно всунуть. Биллинг выиграет, конечно. Жмем. Эриксон. Ну, надо уже, надо. Правоногий. Да, блядь, это левоногий, наверное. Нет, правоногий. Как он так хуел-то ударил? Ну, возможно, карточка просто нарисованная. Это же эволюция. Слушай, ну мы прям их жестко жмем. Ну, надо забивать второй, чтобы уверенность чувствовать. Слушай, ну ты кефиру уже забил второй, блядь. Что-то у тебя уверенность я после этого не почувствовал. Нет, я уверенность как раз почувствовал. Я же потом уже так играл, расслабонит. Ай-яй-яй-яй, ошибочку. Здесь мы забираем. У них подбор вообще нет. Опачки сюда. Надо второй забивать, это FIFA, братан. Блядь. Ну, ну, хорошо. На, сразу в отборчик. Потерял, отобрал. Это футбольное правило, блядь. У него, кстати, у этого типа енот есть. То есть он в отборе прям хорошо. Ну реально есть енот, да. Слушай, 2-0 это еще такой счет напряженный. Согласен. С кефиру мы тоже 2-0 выигрывали. И после первого тайма 2-1 было. Хуэланд левоногий. Наш Голиадор, который сегодня почему-то мало забывает. Правоногий. Похуй с левой. Да, похуй. У меня уже 5 звезд я посмотрел, а 3-0? Я чуть-чуть не ночью, да. Ну, слушай, панды, к этому моменту 190, у меня 86. Киков на 86. Я, блядь. А все, они 86. Пульс, брат. Как думаешь, не расстраиваться? Кстати, Сибскан их 6-1, по-моему, обиграл. Я думаю, надо немножко показать, что ты лучше, чем Сибскан. У меня пульс 86, брат. Я как будто проснутося. Ну, а также, если вам нужны монетки на любую платформу, то обращайтесь к Александру Рожкову. Также у него вы можете предзаказать и AFC 25 на любую платформу по отличной цене. А по промокоду DENCHE скидка 10%. Ну, играй как в кае, братан. Да мне, честно говоря, вообще заебись. Тебе в целом потренироваться, и ты будешь выносить всех, и мы заберем миллион рублей призовой. Спокойненько вообще. Потому что ты не нервничаешь. Ты единственный киборг, который не нервничает в этой кубке FIFA. FIFA-рей. На, нахуй. На, четвертый. Бля, Хуйланд новый. Два Хуйланда лучше, чем один. Ой-ой, опасный момент. Да, прикиньте, что будет, если мы будем тренироваться реально. Мы вот приезжаем, и ни одного матча даже на этом коннекте не успеваем сыграть. Блядь, автогол. Автогол, ебаный. И здесь, блядь. Сюда. Здесь уйдем. Сюда. Сюда. И это хат-рик Хуйланда. Ой, Хуйланд. Если бы все голы Хуйланда записывали на одного нашего Хуйланда. Такий кефир запутается, какой Хуйланд сбивает. Так, ну, братан, 6-1 у Сибскана. Я напоминаю то, что надо немножко переплюнуть Сибыч. Показать, что Сибыч-то слабый старый дед. На первой навесе. Которого мы с вами уберем вообще. Кстати, Сибан будешь это играть. Ну, нахуй, да? Я думаю, мы с ним встретимся рано или поздно. Стата 2-1 у нас уже практически точно. Я думаю, то, что мы спокойненько выходим в плей-офф. Кстати, Корлу хорошо в этом матче. По-моему, тоже хат-рик уже сделал. Ну, 6-1. Мы сравняли Сибсканой по забитым мячам Хупсом. Да, казалось. Блин, успевать. Ой-ой-ой. Ух ты. Прошла, но тут шмейхель. Глядь, могли бы они подойти? Самое забавное, что я когда ехал сюда, я даже не знал, что ты будешь играть. И сейчас для этого вообще такой сюрприз. Еще и ты так хорошо сыграл, то что мне даже вступать не надо. Куда у них игроки-то уходят? Хуйланд, наш Хуйланд, наш мальчик. Блядь, Корлу. Блядь, пацаны уже просто такие, да пиздно, блядь. Главное, еще один не пропустить. Сыграть не хуже, чем Сибсканой. А мы должны забить им. Давай, Рома, блядь, седьмой надо забивать. Вот прям вообще, если не забили, то мы отдаем победу Хупсам. Техническое поражение. Давай, 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 давай. Сука, подвинули. Все, победа, подержи. Я пиздец. Ничего мне отдаем. 6-1, ребят, ну уверенно. На самом деле, ну прям суперуверенно сыграл. Ну, ну уверенно, наконец-то и я сыграл. А вы думали, что я не сыграю ни один матч без подготовочки. Просто, блядь, посмотрите. Владение мячом. 12-3 по удару. Ну какие могут быть ко мне вопросы? Вопросов нет. Точность пасов какая? Ну, 83, надо попробовать. Не, ну твоё, конечно, вот это владение в 70%. Мне кажется, оно будет всех бесить. Ну, Хупсам, что за хуйня мы видели, что Денчик такой херни делает. Владение 70%, первый матч на кубке мой личный 6-1, нормально. Ну, знаете, я включился, когда надо, чтобы войти в 2-1. Мы туда входим. Дальше, возможно, будет Денчик уже. Но если мы вдруг будем играть с тудроцами, мы сыграем двоём впервые. Да. Я думаю, вполне. У нас, типа, есть сейчас запас прочности, и мы можем в целом каком-то матче даже ошибиться. Так что будем рисковать, если будет прикольная пара, где можно сыграть вдвоём. Всё. Ну что, ребят, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. С вами был Рома и Денчик. Всем пока. Увидимся на кубке FIFA. А ссылочка на Хупсов есть в описании.